Память о всех погибших и пропавших без вести солдат Семенов и руководитель Минприроды Диана Качкарова Мужество и выдержка позволяют им побеждать сложные жизненные обстоятельства Международный день инвалида отметили в Черкесске Здравствуйте на телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия С вами Мурат Женкезов Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в рамках выставки форума Россия Принял участие во втором национальном конгрессе с международным участием Национальное здравоохранение 2023 Были представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения Подведены итоги работы отрасли за последние несколько лет А также намечены планы дальнейшего развития Состоялась также двусторонняя встреча Рашида Тимрезова С министром здравоохранения России Михаила Мурашко Обсудили текущие результаты реализации приоритетных национальных проектов здравоохранения И его подпрограмм в сфере лечения и профилактики основных заболеваний На территории республики Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Черкесску Провели памятные мероприятия у братской могилы неизвестному солдату На старом кладбище республиканской столицы Майор полиции Наталья Олейникова рассказала об истории скорбной даты День неизвестного солдата был учрежден в 2014 году приказом президента России Ежегодно 3 декабря россияне вспоминают всех погибших и пропавших без вести солдат Во время различных военных конфликтов 3 декабря 1966 года во знаменовании 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой Прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы И торжественно захоронен в Александровском саду стены Московского Кремля Именно здесь сегодня находится пост номер один Самый главный караульный пост России, отметил офицер Памятное мероприятие завершилось минутой молчания И возложением цветов к мемориалу неизвестного солдата Филиал с энергии в Карачаево-Черкесии отпраздновал 30-летие В зале государственной филармонии собрались руководители учебных заведений Преподаватели университета, студенты, выпускники, ветераны и друзья вуза Пришел поздравить юбиляров и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов Старшества Альбина Ламкова Встречи, объятия, улыбки и разговоры, а еще много цветов А фотографии, установленные в холле филармонии Отображали самые важные моменты жизни вуза Выпускники филиала синергии в Карачаево-Черкесии Встретились с бывшими однокурсниками и преподавателями Которых не видели много времени И, конечно же, делали памятные фотографии Концертный зал заполнялся зрителями Все с нетерпением ждали начала программы 4 тысячи специалистов подготовил вуз за 30 лет работы Многие из них работают на ключевых и высоких постах На благо нашей республики в числе выпускников филиала Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов Для учебного заведения 30 лет это довольно небольшой струк Но наше учреждение успело зарекомендовать себя исключительно с хорошей стороны И, как говорит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин Главный золотой запас России – это люди Да, именно люди, их глубокие познания и качественное образование И стремление к лучшему зовут успешного развития государства А следующее желаю коллективу учебного заведения студентов филиала А также тем преподавателям, которые стоят высоко в работе учебного заведения Крептого здоровья и благополучия новых успехов и новых решений Гости праздника отметили высокий профессионализм и качество подготовки специалистов Которыми так гордится вуз Директор филиала синергии в Корчаево-Черкесии Доктор психологических наук Любови Абрекова Отметила, что за годы деятельности вуз сумел обрести хорошую репутацию в республике И вносит весомый вклад в развитие образования региона в целом Рассказала, как вуз создавали и развивали Подчеркнула те или иные достижения и свершения Которые институт достиг за 30 лет Мне как директору филиала в Университете в Нергии Очень приятно видеть здесь в зале выпускников наших Преподаватели института получили благодарности Заслуженные награды и почетные грамоты Бесконечно счастлива, что я являюсь частью этого мероприятия Я пришла на работу в 2015 году как старший преподаватель До меня там работала Тимрезова Светлана Джагафаровна И работу поставила так, что продолжить это доброе дело было одно удовольствие Поздравили юбиляровые сотрудники нашего телевидения ГТРК Карачаева Черкесия Радовали гостей в перерыве между выступлениями артисты государственной филармонии Альбин Ламков, Алибастанов, Вести, Карачаева Черкесия Раз в две недели в пресс-центре ГТРК Карачаева Черкесия Проходит прямой эфир, участники которого отвечают на актуальные вопросы жителей республики На этот раз гостями студии стали министр строительства и ЖКХ Ринат Семенов И руководитель Минприроды Диана Качкарова О чем шла беседа с ведущей горячей линией Мадиной Лайпановой в сюжете Артура Мхце Создание лучших условий для проживания и экологическая привлекательность региона, где нет места стихийным свалкам В течение часа руководители двух ведомств отвечали в пресс-центре нашей телекомпании на актуальные вопросы, которые интересуют население Карачаева Черкесии Большая их часть были адресованы министру строительства и ЖКХ Ринату Семенову Но и руководителю Минприроды Диане Качкаровой нашлось немало тем для обсуждения Так, некоторых жителей разных населенных пунктов интересовал принцип формирования платежных документов По которым необходимо рассчитываться за коммунальные услуги Зачастую внесенные сведения сильно разнятся, что существенно бьет по карману плательщиков К сожалению, это личные данные граждан и при сборе информации, базы данных У оператора не получается определить точное количество проживающих Они собираются разных источников Поэтому если такой случай действительно есть И рекоператор отказывается помочь, они показывают документы и не принимаются То через Минстрой прям обращаются к нам заявление, могут на электронную почту, если не получается доехать Тут надо пойти друг другу на встречу То есть мы объективно объясняем, что да, чтобы защитить сегодня личные данные Мы не можем предоставлять государство каждому оператору Они потому что являются просто общество с ограниченной ответственностью Мало ли там куда-то любая Поэтому если есть возможность, мы максимально открыты и готовы этот вопрос решить И все же наиболее популярным от телезрителей был вопрос о необходимости ликвидации стихийных свалок И оперативной уборки контейнеров от бытовых отходов Как отметил руководитель Минстроя, ни одно обращение не останется без внимания По каждому будет спрос обслуживающих организаций Причем данную проблему можно считать актуальной для обоих ведомств Тяна Солыховна, вопрос к вам Я живу в многоквартирном доме вдоль трассы, очень много всякого мусора кругом Ну это в принципе часто бывает такое Расскажите, работает ли такой контроль, который следит за экологическим состоянием в республике? Это поступил вопрос Сусь-Джигутинского района По территории Карачаева-Черкесской республики Министерство природных ресурсов регулярно осуществляет контроль Это рейдовые мероприятия, они направлены на то, чтобы выявлять несанкционированные свалки И неправильное обращение с мусорными отходами Вопросов к гостям было очень много, что впрочем неудивительно По статистике в регионе больше всего обращений именно к ведомствам, которые курируют строительство и экологию Все, что не было озвучено в студии, все равно поступит в работу представителям министерств Полную версию эфира можно будет посмотреть на нашем сайте и страницах в социальных сетях Артур Махцелик, Махожев, Вести, Карачаево-Черкесия По всему миру 3 декабря отмечают особый праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций Международный День Инвалидов Мужество, выдержка, оптимистический настрой позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья Побеждать сложные жизненные обстоятельства Активная гражданская позиция – достойный пример для окружающих О том, как прошел праздник в коррекционной школе Черкеска, расскажет Дарья Тендит Международный День Инвалида напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи Но и в то же время о крепких духом людях Проявляющих таланты в изобразительном искусстве, творчестве и спорте Люди с ограниченными возможностями особо нуждаются в доброте и внимании И не только на словах, но и на деле Студенты МАКСУ и Медколледжа Черкеска приехали поздравить учеников спецшколы Для студентов особая благодарность в виде счастливых лиц и улыбки деток У нас уже много лет в колледже существует волонтерское движение Мы работаем и с домом престарелых, и с другими детскими домами И когда нам недавно поступила заявка о том, чтобы мы пришли и выступили Мы были очень тронуты этим предложением, очень горды тем, что они нас пригласили И сегодня с удовольствием посетили это мероприятие с творческими концертными номерами И наша помощь сегодня заключалась в том, чтобы поднять настроение нашими двумерами Какую-то теплую, уютную атмосферу создать Приехали к деткам, чтобы подарить им хоть какой-то позитив Мы подготовили для них выступление, угощение И очень надеемся, что детям это понравилось Люди с ограниченными возможностями Это высказывание вовсе не относится к ученикам спецшколы Их возможности безграничны Их яркие творческие номера не оставили равнодушными На протяжении мероприятия звучали стихи, детки танцевали И даже исполняли вокально-хореографические номера Несмотря на ограничения по здоровью, они стремятся к изучению всего нового Дети также участвуют в конкурсах за пределами республики И занимают призовые места В специальной школе обучается 58 детей с ОВЗ Замеситель директора по учебно-методической работе Людмила Карданова рассказала, что на мероприятии впервые выступили дети Которые обучаются только три месяца Она отметила, что дети пришли неговорящие, закрытые А сейчас они не только танцуют, но и стихи читают Все успехи благодаря педагогическому коллективу Рассказала Людмила Айсовна Она также поблагодарила гостей, пришедших на мероприятие За внимание и подарки Я с ними начинала, как бы, буковки скажут, прослезимся, споют, прослезимся А когда в итоге они уже начинают разговаривать, как бы, пусть картавив, что Но мы уже не только радуемся, мы расцветаем вместе с ними В завершении мероприятия наградили отличившихся педагогов специальной школы А волонтеры подарили сладкие подарки ученикам Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия Сегодня в мире производится примерно полтора миллиона тонн меда И почти половина его фальсификат Мед входит в десятку чаще всего подделываемых продуктов Защитить же его качество и марку призваны медовые сомелье В Карачаево-Черкесии прошел пятый юбилейный конкурс «Лучший мед России» На котором почти три десятка дегустаторов сладкого и полезного десерта Со всей страны определили самый лучший мед Фатима Даурова познакомилась с ними и узнала некоторые секреты настоящего меда Посмотрите, как долго тянется эта ниточка меда Это говорит о том, что он вызрел этот мед И если мы вдруг ниточку эту раз обрываем, то посмотрите, что происходит Вот капелька раз, оторвалась и подтягивается Прыгает капелька Она не просто, она прыгает Видите? И сейчас опять упадет и опять прыгнет Так делает только мед Лариса Морева – профессор Кубанского государственного университета По совместительству эксперт по сенсорным свойствам меда Искусству медовой дегустации она обучалась в Италии у одних из лучших европейских специалистов тонкого ремесла И вот уже больше 20 лет посредством вкуса, обоняния, осязания и зрения определяет лучший мед А ее студенты тоже в рядах медовых сомелье сейчас наравне с ней же изучают характеристики представленных сортов В других мини-лабораториях в дело вступают научные методы определения качества меда В данном случае мы проводим экспресс методы физико-химического определения Раньше мы обращались в лаборатории, где проходили конкурсы Сейчас у нас появилась возможность сделать это самостоятельно Все меда, которые занимают призовые места, мы проверяем на обязательные требования ГОСТ И дополнительно на содержание антибиотиков и пестицидов Слава Богу, у нас теперь есть волшебный ящичек Можно контроль качества производить на сахара, на антибиотики, на пестициды и на тяжелые металлы Здесь большой спектр анализов, хороший чемодан Мы его сейчас на этом конкурсе первый раз испытываем В этот раз во всероссийском конкурсе «Лучший мед России» Представлены более 300 сортов продукции пчеловодов из самых разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья География конкурса с каждым годом расширяется Участвуют меды из Новой Зеланды, знаменитый мед Манука Из Австралии, из Ирана Участвует один из таких очень дорогих медов, это сидр, зейминский мед Узбекские меды есть Поэтому главная цель, почему мы проводим эти конкурсы, мероприятия Это пропаганда меда Мед – это богатство страны, здоровье нации Решение о проведении пятого юбилейного конкурса на определение лучшего меда России у нас в Карачаево-Черкесии не случайное Тому способствовала классная работа Союза пчеловодов России, Гильдии медовых сомелье России, Министерства эконом-развития республики, а также Ассоциации пчеловодов Карачаева-Черкесии Наш регион широко представлен продукцией пчеловодства А некоторые сорта меда способны конкурировать с самыми известными брендами Совместно с Ассоциацией пчеловодов Карачаева-Черкесии мы решили принять у себя этот конкурс и провести его на базе Центра «Мой бизнес» Оказать поддержку пчеловодам нашей республики и всех ближайших регионов Больше 50 человек из Карачаева-Черкесии Хотелось бы больше, потому что у нас очень много пчеловодов, у нас вообще пчеловодческий край Но не успели, мы как бы в краткие сроки начали это делать, но 50 наших ребят мы должны победить, мы надеемся на это Наш мед не то, что самый лучший, но он особенный, он у нас экологически чистый, поэтому мы надеемся на нашу победу Итоги конкурса «Лучший мед России» подвели на Всероссийском форуме пчеловодов, который прошел в Донбайе Программа конкурса предусматривала проведение мастер-классов и лекций, где экспертами обсуждались актуальные вопросы по современной ситуации в мировом пчеловодстве Участникам форума была также представлена выставка продажи оборудования, инвентаря, ветеринарных препаратов и литературы для пчеловодства Чем больше будет выставок меда, тем больше будет пчеловоды будут заинтересованы, потому что это нелегкий труд пчеловода Чтобы откачать качественный, хороший мед, это поймет только пчеловод, который занимается этими пчелами И она благоприятно способствует, вот эти выставки, все, она благоприятно способствует для пчеловодов, для развития системы пчеловодства Мы проводим вот такие мероприятия с одной целью, чтобы пропагандировать мед, чтобы мед наш, это ценный продукт, который нет аналогов в мире Занимал достойное место на столах каждого дома, каждой семьи, чтобы мы питались медом Всегда говорю я, что мед это богатство страны и здоровье нации Нектар пчел из пасеки нашего земляка Виктора Кузьменко был признан самым качественным среди монофлорных светлых медов Мурат Бастанов, представивший продукты питания на основе меда, тоже разделил с ним радость собственной победы Попробовав один раз российский липовый мед, гость из Китая Джанни Анде влюбился в его вкусовые качества И до сих пор он остается фаворитом среди всех других видов Вам нравится российский мед, качество российского меда? Да, ваше мед очень вкусно, полезно Вкуснее, чем китайский? Много чем А чем? Чем лучше? Вкусно и вид много А вы своим родственникам привозите мед домой, когда едете? Да, да, каждый раз домой, все с собой боны покажу А ваш сорт любимый какой? Липой? Еще корни, да? Корни, да Из 310 представленных образцов меда со всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья самым достойным по составу и вкусовым качествам оказался монофлорный гречишный мед из Башкортостана Он же завоевал гран-при конкурса Всего определили победителей в 12 номинациях Фатима Даурова, Ренат Муков, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия А сейчас время интервью Как мы уже рассказывали, в Москве на территории ВДНХ Стартовала международная выставка «Форум Россия» Она станет местом демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики Зарема Хабчаева из Карачаева, Черкесии, также станет участницей большого мероприятия Что представит модельер-дизайнер на ВДНХ, узнаете из интервью Мадина Лайпанова встретилась с ней, а я прощаюсь с вами, до встречи